Итак, всем привет, с вами снова Бэмби, и в этот раз у меня голос тихий, спокойный и умиротворённый. А почему? А потому что я наконец-то полетал на немцах, поднял подгорающую статистику, понагибал, собственно, получил удовольствие от War Thunder. Ну, в общем, всё то, ради чего я летаю в эту игру. На чём я сейчас буду летать? На БФ-109 Га-2, который также называют старым Густавом. Сначала дайте посмотрим, какие модификации использую. Подвестные пушки я не использую, потому что самолёт конкретно перетяжелённый получается из-за них, а мне это не нравится. Всё-таки, если бы я хотел самолёт, утыканный кучей стволов, я бы Фоку взял, а Мессер это немного о другом. Так, ему стандартные 20-мм пушки, как бы вам, не хватает. Но, если, конечно, она заряжена новой лентой по воздушным целям, с православными Менгишосами, и если стоит улучшение новой 20-мм пушки, и без него она криво-косо будет стрелять. Насчёт пулемётов же? Ну, приспользуя ленту скрытной атаки, во-первых, чтобы не отвлекали они, а во-вторых, проще думать, что их вообще нету, настолько они бесполезные. Ладно, хватит этой болтовни, давайте в бой. Итак, карта Норвегия. Ну, тут стоит привыкнуть к тому, что если ты на американских или на европейских серверах играешь, эта карта будет каждый второй раз выпадать, блин. Ну, против карты ничего не имеете, более тут старт в воздухе и всё такое. Ну, я тут смотрю, думаю, кого лучше атаковать, Лайтнинг или Хеллкэт? Лайтнинг или Хеллкэт? Ну, смотрю, за Лайтнингом уже толпа наших и так падает, но мне всё-таки Хеллкэт интереснее в данной ситуации. Смотрю, всё ли безопасно у меня. Пытаюсь завернуть до него на сброшенной тяге. Прострелил, но ничего серьёзного. Тут у него пытаюсь завернуть. В принципе, второй Густав, это ещё тот самолёт, на котором можно с некоторыми самолётами в манёвренные бои вступать. Конечно, лучше этим не увлекаться. Ну, Хеллкэт в панике сбежал, туда ему и дорога, в общем-то. Ещё один Хеллкэт. Эм, смотрю, что весь замес внизу происходит. Ой, ещё и Зеро. И понимаю, что нужно вниз спускаться и помогать союзничкам-то. Тут думаю, что Зеро из них самый опасный. Вот. Пикирую на него. Поджигаю. Поджигаю. Как и положено, загорается с пары попаданий. Тут помочь у меня фраг пытаются усиленно. Ладно. Красиво все дымятся, все горят. Что? Зеро погас? Серьёзно, картонный самолёт и погас, блин? Ах, War Thunder, что ты делаешь? Прекрати. Ладно, красиво разбирай этот Зеро до конца, чтобы не мучился. Вот явно же кто-то у меня его поможет. Смотрю, Хеллкэт на меня идёт. Или не на меня. Прямо чувствуешь себя одиноким, когда на тебя внимания не обращают. Ну ладно тебе, друг. Вот, получи. Второй флэжик. Нормально так он разбирает, даже без подвиздных пушек. Я, конечно, на Бобров не хожу на нём. Но вот лёгкий истребитель, и он и одной пушкой может сбивать. А бомбардировщики, ну, не люблю я это дело, сбивать. Мне как-то больше с истребителями нравится. Вот ещё замесик вижу небольшой. Лайтнинг, Хеллкэт и Бумеранг. Тоже думаю, кого бы оприходовать из них первыми. Ну, Хеллкэт уже оприходовали. Так что Бумеранг, Лайтнинг остался. Переворачиваюсь, сбрасываю тягу. Подбили Лайтнинг. Эх, красиво, как падает, грех не подсосать. Хе-хе. Тем более, по нему и так стреляли. Ну и Бумеранг тут подставился, его я тоже разбираю. Эх, крысы, крысы. Давайте к следующему бою тогда. Забегая вперёд, это снова Норвегия. И мы снова тут. Я вот забрался на Сатуну. Смотрю, что большинство противников по низам пошли. Толпой бедную Фоку гоняет. Хе-хе. Сколько? Четыре, пять точек. Вот я думаю, кого-нибудь из них забумзумить. Хе-хе. В бедную Фоку завалили. Такие все союзники позади меня. Ну, на скорости, в принципе, можно, конечно, такую наглость себе позволить, как влетание в толпу врагов. Но вот, если начнёшь маневрировать, то тут же с харчатой не подавятся. Вот я вот пикирую на эту кучку могучую. Вон, Кинкобрус. Кинкобрус в неудачном положении. Ещё один Кинкобрус. Атакую, значит, никакого уровня не ношу. Мустангер. Т-51. Пострелял. Куда пострелял? Попал, не попал. Ну и хрен с тобой. Продолжая дальше. Потому что за мной такая толпенья огромная, что, блин. Меня всей толпой запинают. Вон, этот Мустанг Марк-1 выглядит неплохо. Так что мои союзники уже влетели в эту кучу врагов. Может, теперь более маневренным будем заняться. Вот, продамаживало ему критический урон. Чё-то отвалилось прямо в меня. Это я ещё. Пытаюсь добить его. Вон тут его сородич летает. Понимаю, что он уже падает вниз. И бульк. Вот топ. Сейчас смотрю. Тут Москита. О, Мустанг... Блядь. Корсар. Забыл даже, как называется этот самолёт долбанный. Ушёл вниз под Корсар. Посмотрю, по мне, Москита стреляет. Я ушёл вверх. Все по мне стреляют. Приходится тут как Нео уворачиваться от выстрелов. Вот тут... Эээ... А, это у меня и USB отвалилось. Не обращайте внимания. Хе-хе-хе. Вот тут Мустанг за мной. Я тут понимаю, что хрен я уже от него отвяжусь. Он у меня на 60. Сейчас буду пропуск выполнять. Полностью сбрасываю тягу. Закрылки в посадочное положение. Вот. Ухожу вверх. Не даю ему стрелять по мне. Он на скорости пролетает выше меня. Вот разворачиваюсь. Сейчас он уже начинает сваливаться и падает под меня. Тут я скорость не увеличиваю. Главное, чтобы он вперед меня пролетел. И вот даже могу же пострелять. Стрелял даже, продамажил его. Хе-хе. Но Фока подожгла. Ну, я её винить не буду, в принципе. Её помощь мне даже... А то он подсосать, не подсосать. Подсосать, не подсосать. Ладно, разочек стрельно. Хе-хе. Ассист дали. Посмотрите, Кинг Кобру слетит. Дай-ка я Фоки помогу. Уже Фоки против Кинг Кобры тяжеловато будет. Явно. Ну, вот, видно, команда скиловая, как уже врагов начали. Разбирать-то. Я такая, что я не смотрю на карту, что делается. Думаю. Точка? Где точка? Где чё мигает? Ладно. Пусть была точка, нету точки. Толпой гонятся звёзы. Это Кинг Кобра и несчастная. Ай! Что такое? Мессер. Блин. Уполняю этот манёвр уклонения. Сбрасываю тягу. Посадочные закрылки. Уполняю размазанную бочку. Вот, пропускаю. Идеальный пропуск был. Ну, и тут уже я в более выгодном положении. Хотя, конечно, у него запас по скорости имеется. Вот, я, в принципе, два манёвра уклонения показал. Лучше всего мне, конечно, нравится размазанная бочка с посадочными закрылками и сбросом тяги. Главное, чтобы закрылка не оторвала к чёртовой бабушке на большой скорости. Так он отлично помогает. Если враг не шибко опытный, то он прилетит, скорее всего, на полной скорости мимо тебя. Ты уже даже можешь проатаковать его сможешь. Кто там журчит рядом со мной? Новые звуки, конечно, в арта дыре прилетающих самолетов. Это эпик. Я понимаю, что этого мессера трофейного всё-таки разбирать надо как-то. Фридрих. Фридрих. Алис капут. Стреляй, стреляй. Догоняем, потому что всю скорость на манёврах растерял. А я, наоборот, набрал. Так что у меня более выгодное сейчас положение. Стреляю с минимального расстояния по нему. И гэч. И бультых. Вот так вот надо. А никакой он, блин, начал с 500 метров стрелять. По-моему, спугнул и ещё пролетел вперёд. Потом. Я обычно с близких расстояний стараюсь стрелять. Тем более у меня одна пушка всего лишь. Ну, смотри, читфайер крутится наверху. С кем он там? Один сапа себе крутится, что ли? Или с фокой? Вот задымился чё-то. Летел же без дыма вроде. Спейсман. Да, действительно, космонавт. Ну, хотя это я спустился сам внизу. Эх, не достать же его никак. Вот такая ситуация, когда кто-то один в космос забрался, и те, как-то его достать надо, вообще дико бесит. И полно же любителей таких... О, погодите-ка, он мне в лоб пошёл. Да-да-да, иди ко мне. Еди-де-де, не туда, ко мне иди. Да-да-да, лети-лети. Сбить врага любой ценой. Алис капут. Фойер! Фойер! Хе-хе-хе-хе-хе. Правда, у меня крыло отвалилось тоже. Эх, самолёт, ты был мне хорошим другом. Ну, спитфайер тут последним был. Так что враги закончились. Ладно, всем спасибо, всем до свидания. И прыг.